Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. В губернаторском техникуме народных промыслов прошла выставка икон ручной работы и концерт под общим названием «Русский крест». Об истории уникальной братской общины, прославившейся на весь мир Оптиной пустыни, вы узнаете из материала нашего корреспондента. В рубрике «Открывая двери храма» мы продолжаем наш разговор об искусстве иконописи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присне, и во веки веков В губернаторском техникуме народных промыслов состоялось мероприятие в рамках сотрудничества учебного заведения и Кемеровской епархии. На суд зрителей студентами была представлена концертная программа «Русский крест» и выставка икон ручной работы, выполненных местными мастерами. Экспозиция из нескольких матерчатых и вышитых бисером икон, а также поделок из дерева расположилась на втором этаже техникума. Мероприятие состоит из двух частей. Вот как вы видите, за мной это первая часть выставка наших студентов. Все изделия выполнены нашими студентами. Обратите внимание, какие они очень интересны по содержанию. Ну и вторая часть – это выступление наших студентов в актом зале. Вообще мероприятие все направлено на духовно-нравственное воспитание молодежи. Вот это любовь к близкому, это любовь к матери, это любовь в целом к родине. И вот выступление, которое вы сегодня посмотрите, преимущественно из выступающих – это категория детей-сирот. И когда они вот говорят слово «мама», вы представляете, насколько им вот даже порой тяжело произносить эти слова. Ну, выступление будет очень интересным. В этой песне я хочу сказать, что такое для солдата мать, в этом мне гитара подпоет. Ты все обиды мои прости, что когда-то я приносил, слышишь, мам, меня прости. Русский крест. Что значит эти слова? Это ведь не просто крест на шее, как защита, а скорее это вера. Это жизненный крест, которому мы несем всю свою жизнь, без робота затяготы земные, а со смирением и любовью. Конечно, изменения очень большие происходят. Вот даже из года в год мы замечаем, насколько сильно меняется контингент наших студентов. Это небо и земля, это совершенно разные люди. Да, они… Я не хочу ставить заслугу, наверное, образовательного учреждения в целом. Наверное, это заслуга и в целом государства, которое выделяет такое внимание сейчас духовно-нравственному воспитанию. Но подрастающее поколение, оно в корне практически изменилось. В качестве почетных гостей мероприятия были приглашены учащиеся старших классов православной гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Кемерово. Перед началом концерта к собравшимся обратился куратор православной гимназии священник Сергий Кожевников, который выразил радость по поводу начавшегося сотрудничества. Я надеюсь, что сегодня это такое первое серьезное мероприятие техникумы и епархии, и в будущем подобных мероприятий будет больше. Вот поезд встал, я вышел, от волнений меня трясло, и что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул дрожащей страшной тенью от пламени горящего в груди. Знакомая дорога и деревья, и только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревья, могилы. И отца я вспомнил друг. И ноги как-то сами повернули, и в тишине зашелествел листвой. Меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел до боли, напрягая зрение. Знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни встал я на колени, прижак щеке холодный мокрый крест. Выступление студентов техникума продлилось почти час. Ребята пели песни о родине, читали стихи о любви к матери, зажигали свечи и просили Всевышнего о том, чего каждый из них желает. Чтобы у каждого человека были родные и близкие, ангел-хранитель, который помогает нести тяжелый крест жизни. Чтобы каждый из них стал достойным гражданином своего отечества. Ну а я хочу, чтобы у каждого был свой ангел-хранитель, который будет помогать нести нам наш тяжелый крест жизни. Чтобы мои дети никогда не знали слова «сирота». По окончании концерта, как и обещали организаторы, довольными увиденным остались все. И хотя это лишь первый опыт проведения совместных мероприятий в рамках дружеского сотрудничества, уже сейчас становится понятно. Дальше будет только лучше и интереснее. Вера всех объединяет, и вера в Бога – это самое главное, мне кажется, в жизни православного человека. Все очень хорошо выступили, мероприятия достаточно интересные. Вообще идея хорошая. Почему? Ну потому что мало сейчас проводят такие православные праздники, это достаточно зацепляет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто у них как живет. Их лица сказывали сами все». Русское иночество от самых первых веков христианства на русской земле было особой и очень важной стороной жизни русской православной церкви. Так сложилось, что учителями, духовными авторитетами и наставниками народов православной России были духовники, чаще всего монахи, старцы знаменитых обителей. Русское старчество не прерывалось, несмотря на многие тяжелые события на Руси. Нашествия, всевозможные духовные и антидуховные преобразования, увлечения. Но в разные века оно внешне организовывалось по-разному. То уходило в пустыни из скиты, то охватывало довольно значительное число ищущих истину. Одним из таких заметных периодов подъема русского старчества стал конец XVIII – начала XIX века. Преподобный старец Паисий Величковский принес в Россию традиции афонского иночества, воспитал множество учеников. Все оптинские старцы середины XIX века были учениками ближайших учеников преподобного Паисия и являлись продолжателями того дела, начало которому положил великий старец. Первым основателем и вдохновителем оптинского старчества был иеросхемонах Лев Наголкин. В 1829 году преподобный Лев вместе с шестью учениками приехал в Оптину пустынь. Настоятель, почувствовав духовную опытность преподобного Льва, поручил ему наставлять и направлять монашескую братью и богомольцев. В течение 12 лет до дня своей смерти отец Лев являлся духовным вождем Оптиной пустыни. Немного найдется людей в России, которые не слышали никогда об оптинском старце Амвросии, горячо любимом православными русскими людьми. Преподобный Амвросий был третьим по счету оптинским старцем, учеником преподобных Льва и Макария. Это был человек, который оказал огромное влияние на духовную жизнь всей России XIX века. Именно он стал прототипом старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамазовы» и духовным наставником всей православной России. Старец Амвросий мог с каждым поговорить на его языке, помочь неграмотной крестьянке, которая жаловалась, что умирают индюшки и барыня прогонит ее со двора, ответить на вопросы Достоевского и Толстого, и других самых образованных людей того времени. Слова его были простыми, меткими, порой с добрым юмором. «Нужно жить, не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем мое почтение», — учил, например, мудрый старец. 23 октября Православная Церковь вспоминает святого преподобного Амвросия Оптинского, а 24 октября празднует Собор Оптинских старцев. В своих наставлениях старцы учили народ, как понимать евангельское учение, как врачевать свои душевные немощи. Их наставления были просты, правдивы, лишены всякой искусственности, сердечны. Казалось, что старец видит душу приходящего насквозь, видит все болезни души, знает, как помочь, и помогает, утешает. И очень многие уходили с облегченным сердцем, получая в Оптиной пустыне ту любовь и жизненное тепло, которое искали. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами рубрика «Открывай двери храма». Сегодня у нас в гостях искусствовед Людмила Владимировна Оленич. И с ней мы продолжим нашу беседу об иконописи. Здравствуйте, Людмила Владимировна! Здравствуйте! Людмила Владимировна, расскажите, пожалуйста, об особенностях храмовой иконописи. Необъятный вопрос, конечно, но храмовая иконопись, она предполагает крупные формы иконы, большие эстетические и технологические затраты, и, конечно, особая ответственность иконописцев. Храмовая икона всегда крупная, всегда хорошо обозримая, и она, конечно, должна нести разные функции, и моленные, и ленагогические, и меморативные, напоминая нам о священном событии, или персонажи, она должна быть дидактической, поучающей нас, и, конечно, должна доставлять эстетическое удовольствие, чтобы на нее все время хотелось смотреть, не отрываясь, ну и не забывая о литургии. А вот скажите, иконопись, она взаимодействует с самой литургией? И как? Это для того, чтобы можно было понять человека, который делает первые шаги в храме, как это все происходит? Это очень важно. Именно православная икона имеет литургическое назначение, в отличие от католической иконы. Так уже сложилось, может быть, больше тысячи лет назад. Если католическая икона имеет, в сущности, два назначения, опять же, эстетическое и дидактическое, то есть поучительное, то, конечно же, первое назначение православной иконы – это литургическое, потому что она полноправный участник литургии. Мы входим в храм, прикладываемся к иконе, и в начале, и в конце литургии. К ней обращаются священники, диаконы. Она – участник всего этого события от начала и до конца. И в самой православной иконе очень много литургических смыслов и литургических символов. Ну, например, в Троице мы видим чашу, да, на столе, или в изображении Иоанна Предтечи мы часто видим чашу в руках с младенцем Христом. Это не что иное, как евхаристический символ, очень важный. Ну, и не только чаша. Это могут быть и другие, скажем, атрибуты богослужения, которые очень часто русские, не только русские, но и болгарские, сербские иконописцы вводят в изображение. Раз мы говорим про святых, какие-то есть каноны изображения святых? Слово канон, оно очень емкое и очень ответственное. Канон – это модель бытия. Это то, что должно быть и в сердце, и в сознании каждого человека, причастного к православию. И если он не имеет этой модели бытия, строгой, иерархической, стройной, незыблемой, целостной, гармоничной, если он ее не имеет внутри себя, то, собственно, и он и малоправославный человек. И эту модель бытия должен иметь в себе художник. И как ее носитель, он и должен воплощать или же полностью ее в какой-то сюжетной иконе, сложной, например, как страшный суд, или же в иконе даже просто изображающей одного персонажа. Но все равно канон – это прежде всего вот это, мировоззренческое начало в душе каждого православного человека и, конечно же, художника. А вот скажите, в основном на какие образцы опираются иконописцы? Если хорошие иконописцы, то они опираются, конечно, на все-таки на древнерусскую традицию. Хотя полностью отвергнуть живоподобное письмо или академическую традицию, возникшую в XVIII веке, теперь уже тоже не полагается, поскольку и она существует уже три столетия. Икона изображает ведь невидимый, неземной мир. Она изображает Царствие Небесное, и, собственно, она и призвана к тому, чтобы явить нам это Царствие Небесное уже здесь, чтобы мы знали, ради чего мы спасаем душу свою. А Царствие Небесное не имеет никаких физических законов, в которых мы пребываем здесь. Нет ни физических источников света, ни падающих теней, ни масс, ни объемов, ни веса. Есть только свет, божественный свет. И вот, зная это, иконописцы уже к концу X века в Византии выработали совершенно особенный иконописный язык, выстрадали его, потому что до этого была еще компания иконоборчества больше ста лет. И на самом деле сложение этой самой иконописной догматики связано как раз с невероятными жертвами. Казалось бы, ну что тут из-за иконы спорить? Тем не менее, спорили и умирали за это, и все-таки выносили вот эту особую иконописную традицию, которая дошла до нас. А что делать с изображениями новомучеников? Ведь до нас дошли многие фотографии. Действительно, можно было бы развешать портреты, скажем, в местном ряду нашего иконостаса. Ведь есть у нас и патриарх Тихон, портреты и фотографии, которые дошли до нашего времени в достаточно большом количестве, и другие новомученики, и царская семья, которая запечатлелась в сотнях фотографий, замечательно сделанных. Конечно, и сам царь был хороший очень фотограф, но, тем не менее, в хорошем, по крайней мере, храме никогда не помещаются портреты, даже живописные портреты новомучеников или преподобных, вообще святых людей. Почему так? Потому что один из тоже важнейших экономических принципов иконы это изображение непортретное изображение так называемого внутреннего лика персонажа, то есть того, что богоподобно в нем, то, что персонаж сохранил, несмотря ни на какие искушения, испытания, несмотря ни на какой сложный жизненный путь, то, что он сохранил в себе как образ Божий. Вот образ Божий изображает икона, в отличие от портрета, который скорее обращен к психологическому строю личности, к характеру человека, к его каким-то земным и даже насущным, и сиюминутным, может быть, даже состоянием. Вот это все должно уйти из изображения, оставив только то, что принадлежит вечности. И чем искуснее иконописец вот в этом умении видеть внутренний лик персонажа или образа, к которому обращается, тем выше его искусство. Когда художник наделен вот этим глубоким чувством веры, тогда, конечно, у него наступает преображение даже в живоподобном изображении какого-либо персонажа или события. То есть он должен быть наделен, по сути дела, каноническим сознанием, тем шестодневным чувством, которое заповедано Василием Великим, восторг перед божественным творением и перед человеком, как божественным творением. И тогда у него складывается даже и в живоподобном изображении по-настоящему церковный образ. Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok